Берл Капулкин, пресс-секретарь еврейской общины Одессы. Скажите, пожалуйста, что изменилось в городе со 2 мая? То есть вы наблюдаете какие-то изменения для вас лично, для самой еврейской общины? Поступали ли какие-то угрозы? Для еврейской общины практически ничего не изменилось, именно как для еврейской общины. А, конечно, для членов общины, как для горожан, изменилось многое, потому что эта трагедия, она потрясла город, немножко стал другим. И, возможно, когда-нибудь он вернется, станет той прежней Одессы. Но пока что это очень сильно потрясло горожан. Еврейская община говорит, что она не видит пока что опасности для евреев. Но то, что этот город потрясло, это 100% угроз. Мы не ощущаем, нам ничего не поступало, мы не ощущаем. Хотя есть люди, которые постоянно пытаются раскачать лодку и постоянно поднимать тему антисемитизма или угрозы евреям. Но мы рассчитываем, в основном, это все-таки провокации. Кто эти люди, провокаторы? Кто они? Вы можете более подробно рассказать? Нет, мы не можем рассказать, потому что мы сами не знаем. Мы знали, мы бы уже говорили, мы обратились бы в соответствующие, наверняка, органы. Просто вот иногда в интернете появляются какие-то вбросы то о массовой эвакуации евреев, то появляются антисемитские надписи. Причем появляются они очень странно. Они появляются на еврейском кладбище. Община об этом узнает из репортажей журналистов. Хотя обычно на нашем кладбище нам обычно сообщают об этом первыми. То есть это все делается, скорее всего, для того, чтобы создать картинку для какого-то внешнего потребления. Кто это, мы не знаем. Скажите, вот я читала буквально 2-3 недели назад в российских СМИ, то есть на русском языке, информацию, что готовятся 70 автобусов для эвакуации евреев в Приднестровье в случае дальнейших провокаций, что это правда, это утка. Ну, это вот очередное. Но 70 автобусов для евреев в Одессе никак бы не хватило. Это случилось так. Неправильный, испорченный телефон. Журналист англоязычной газеты брал интервью у одного из представителей еврейской общины. Он сказал, что в крайнем случае есть автобусы, мы сядем и уедем. И журналист понял, что вот уже автобусы стоят там под парами, с архитектными дверями, всех ждут. А некоторые сайты просто это с удовольствием восприняли и начали перепечатывать. У нас нет информации о нападениях на еврейские магазины, у нас вообще нет информации о грабежах, которые происходили бы в Одессе. Даже то, что происходило в Мариуполе, в Донецке, в Луганске, там где грабят, у нас нет информации о том, что грабят избирательных каких-то евреев или грабят за то, что они евреи. Там грабят, потому что грабят. Потому что есть чем поживиться.